Всем здравствуйте! У нас очередная встреча на тему языка программирования питончик. Мы потихонечку двигаемся дальше по классической структуре языка программирования. Как я обещал в прошлый раз, у нас разговор про функции. Но опять-таки питончик не был бы питончиком, если бы в разговоре про функции не возникла такая интересная подробность, которая называется замыкание, про которую надо тоже поговорить. Ну и вы сами увидите, насколько это хорошо или плохо. Мне кажется, что я в прошлый раз не рассказал одну важную штуку, которую надо рассказать прямо сейчас. Поэтому важная штука это то, что операция плюс-равно, мне кажется, я про это не рассказывал на лекции, операция плюс-равно далеко не всегда идентична операции, ну вот А, допустим, равно 1. Что это? А, это раскраска, раскраска не под тот цвет. А, допустим, равно 1, да, и А плюс равно, ну скажем, раз, два, три. Вот. Вот эта операция далеко не всегда однозначно эквивалентна А равняется А плюс 123. В случае, когда у нас А ссылается на, именует константный объект, это действительно так. Хотя, вообще говоря, тоже не так, но для стандартных объектов это так. Потому что операция плюс-равно раскрывается как добавление чего-то к объекту. Вот. И для, скажем, целых чисел вот эта конструкция, вот эта конструкция абсолютно идентична. Что мы здесь делаем? Мы здесь берём объект, на который ссылается имя А, берём константный объект 1, 2, 3, складываем их, получаем новый объект, именуем этот новый объект именем А. А в действительности за вот эту операцию отвечает совсем другой метод, который называется ИАДД, но его здесь нет. А в случае, если метода ИАДД нет, протокол обработки вот этой операции говорит, что надо раскрывать, соответственно, метод АДД, если нет метода ИАДД. Вот. И, в общем, это всё вполне нормально, за исключением того, что, например, для списков, для которых, как мы знаем, у нас тоже есть операция сложения, вот эта операция плюс-равно, которая реализуется как раз методом ИАДД, вот он, вот у списков он есть, работает совершенно не так же, как С равняется С плюс какой-нибудь ещё список. Почему? Потому что, как мы уже говорили, вот эта операция означает взять объект, на который ссылается ими С, взять новый список, объект из одного элемента, список 3, 4, 6, 5, сконструировать новый объект, новый объект, в котором будет, значит, все вот эти, склейка этих списков, вот, и именовать этот новый объект тем же временем С. Видите, у них меняется идентификатор. Вот такая операция, то есть вызов метода не АДД, а именно ИАД, не меняет объект, идентификатор объекта, она просто вписывает в конец список. Кстати, какой из написанных здесь методов, какой из написанных здесь методов, по-видимому, вызывает вот эта операция? Как вы думаете? Ну, метод ИАД, понятно, да, но он там внутри наверняка что-то тоже вызывает. Нет? Нет идей. Да, совершенно справедливо, метод Extend. Скорее всего, это метод Extend. Мы берём список и расширяем его ещё другим списком. Именно так. Вот, значит, это первое, что я, кажется, не говорил на прошлой лекции, и второе, что я, кажется, не говорил на прошлой лекции, это, видимо, для меня чересчур очевидная штука того, как вообще любые последовательности сравниваются в Питоне. В Питоне любые последовательности сравниваются лексикографически. Это означает, что сначала сравниваются их нулевые элементы, и если, скажем, нулевой элемент одной последовательности больше, чем нулевой элемент другой последовательности, значит, первая последовательность считается большим. Если мы сравним два списка, больше чем, допустим, 1, 2, 3, 4, 5. Почему? Мы сравнили нулевые элементы, выяснилось, что вот это больше вот этого, значит, он больше. Если они равны, значит, сравнивается первый элемент. Если первый элемент тоже равен, сравнивается второй элемент, ну и так далее. Всё ещё больше. Почему? Эти равны, эти равны 100 больше, чем 3. Да, значит, 3, 4, 5. Вот это уже неправда, потому что они равны на самом деле, эти два списка. Да, равны. А если, например, один из них кончился раньше, то больше из них тот, который не успел кончиться. Вот что означает лексикографическое сравнение последовательности. Для этого, как вы понимаете, нужно, чтобы объект справа и слева от операции сравнения поддерживал протокол последовательности. То есть это была бы либо индексированная, либо итерируемая последовательность, кажется. И то, и другое позволяет сделать из неё итератор, а потом поэлементно они сравниваются. Кстати, интересно, можно ли сравнивать поэлементно список с... Нельзя. На всякий случай, видите, они говорят, не будем мы так делать. Ну, я знаю, почему. Потому что на самом деле, на самом деле, это, конечно же, все эти операции сравнения, это, конечно же, методы нашего списка. Вот это, собственно, больше либо равно, меньше либо равно, больше чем, меньше чем, ну и где-то должно быть не равно и равно. Вот они все являются просто методами. Мы помним, что в Питоне любая операция на самом деле это синтактический сахар относительно вызова какого-нибудь из методов. Но мы сегодня говорим не про это. Мы сегодня говорим про функции в Питоне. И прежде чем начать говорить про функции в Питоне, давайте ещё раз вспомним про пространство имён. Вот у нас есть функция dir, которая показывает имена в пространстве имён. В принципе, у нас есть ещё функция globals, z, которая показывает прямо сразу целый словарь в пространстве имён, то есть имя и значение. Вот, допустим, s у нас равно списку раз, два, три, четыре, пять. Про словари мы тоже будем говорить буквально через пару лекций. Вот. То есть в каждый момент времени у вас, во-первых, у каждого объекта есть своё внутреннее пространство имён, это то, что доступно через точку в виде методов, полей и всего остального. А во-вторых, в каждый момент времени у вас существует два пространства имён, globals и locals, которые в данном случае, видимо, одно и то же, потому что мы находимся в командной строке. С точки зрения понятия переменные, с точки зрения области видимости переменных, это буквально глобальные и локальные переменные. То есть имена, которые определены локальные и глобальные. Мы до сей поры, пока не проходили функции, ещё ни разу не встречались с ситуацией, когда имена определены локально. Но сейчас мы с этим встретимся. Ну, задание функции, в общем, очень просто, выглядит в питоне, проще некуда. Давайте только сделаем тут, да. И давайте даже напишем это B, а здесь напишем C равно 100500. А зачем? Нет, давайте не так сделаем. Давайте напишем C равно вот этому, и return C. Так будет красиво. Вот. Значит, ну вот вам некоторое определение функции на питоне от двух параметров. Её можно вызвать. Во-первых, можно написать вот так. Но мы с вами уже знаем по некоторым домашним заданиям, что если мы просто используем имя некоторого объекта, функции, то в командной строке он просто букдует. Это функция. Вот. Ну да, он вернёт объект в функцию. А если мы, значит, её вызовем с круглыми скобками, вот тогда он её вызовет. Правда, он её не вызовет. Точнее так, он её попытается вызвать. Но при разборе параметров выяснится, что у функции параметра вот здесь указано два, и поэтому при попытке переименовать всё, что вы ей передали именами А и Б, значит, произойдёт ошибка типа TypeError. Вот. Обратите внимание на то, что это рантайм ошибка. То есть вот такая программа, ну скажем, вот такая программа будет выполнена вплоть до предпоследней строчки. То есть, во-первых, она будет синтаксически разобрана, и всё, что здесь написано синтаксически верно, никаких ошибок оно с точки зрения парсера не вызывает. И только при попытке выполнить последнюю строчку, уже после того, как вы зайдёте в контекст функции fun, произойдёт вот этот самый TypeError, потому что функция fun не распарсит эти ноль параметров, ожидая их в две штуки. Вот. Обратите внимание, что print.cucu выполнился. Значит, это рантайм ошибка времени выполнения. Она происходит не в момент разбора этого текста, а в момент вызова функции fun при попытке передать ей ноль параметров. Давайте я всё-таки вызову с двумя параметром. Ну вот, совсем другой калинкор. Как видите, функция возвращаемое значение возвращает с помощью ретёрна. Вот. Ретёрнов любой функции может быть сколько угодно. Ретёрнов функции может вообще не быть. Вот такая функция ничего не возвращает. Давайте даже не print. Print это не так интересно. Давайте напишем, c равняется a умножить на 2. Она ещё ничего не делает, потому что, как сейчас мы поговорим, совершенно очевидно, локальное пространство умён уничтожает при выходе из функции. Так вот, такая функция ничего не возвращает. На самом деле я вас обманул. Любая функция в питоне что-нибудь возвращает. Давайте проверим это. Просто конкретно функция, выход из которой произошёл без ретёрна, возвращает объект known. known это такой специальный объект типа non-type. Единственный представитель типа non-type, он пустой, он false. Но он, я сказал. Вот, он пустой. Так вот, значит, если у вас функции, вы вышли из неё, не используя return, вы можете написать функцию так, что в некоторых местах есть return, а в некоторых нету, или у return не было параметров, то на самом деле возвращается known. То есть нет такой, я вас обманул, нет такой ситуации, что функция не возвращает ничего. Правильнее сказать, функция возвращает ничего. Это как про Кутузова. Не правда, что у Кутузова не было одного глаза. У Кутузова был один глаз. Так вот, эта функция возвращает ничего. Всё это совершенно обычные вещи. В том числе и то, что у вас может быть return в функции сколько угодно. Что return, то и return. В тот момент, когда вы дойдёте, до этого места он заретёрнется. С какой стороны подойти? Да, с точки зрения терминологии. Вот эти a и b при определении функции называются формальными параметрами. С точки зрения питона, это, соответственно, просто имена локальных переменных или просто локальные имена. А то, с чем функция вызывается, называется фактическими параметрами. Вот это формальные параметры, а вот это фактические параметры. Понятное дело, что при вызове функции, когда вы пишете что-то типа фунт, там, не знаю, раз, два, три, плюс четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, делить на три. Вот, шесть, семь, восемь, девять, на три. Да, когда вы так пишете, сначала, разумеется, выполняются вот эти выражения. Просто так устроен приоритет в вычислении операции. А потом вызывается функция фунт с двумя параметрами, двумя. Вот результатом этого выражения. Всё это абсолютно прописные истины, которые, ну, здесь присутствующая аудитория, наверное, бессмысленно так с умным видом говорить. Вы и так всё это понимаете. Вот, Маркизио спрашивает, правильно ли печатать результат выполнения функции, или печать стоит убирать внутрь функции. Правильный ответ, так как вы хотите, так и делайте. Но если ваш функция что-то выводит, довольно правильно в ней выводить. А если она не выводит, то нет, не надо в ней выводить. Я больше, я как-то более глубоко на этот вопрос ответить не могу. Ну вот, а, да, значит, смотрите, обратите внимание на то, что, конечно же, как всегда в питоне, мы вообще-то не специфицировали, какого типа могут быть параметры функции fun. В данном случае, как видите, второй параметр оказался типа float, и она отлично с этой операцией справилась. Вот, функция fun. Естественно, даже больше. Мы можем написать вот так. Вот так. И с этой операцией функция тоже справится, потому что мы передали ей объекты, которые а можно умножать на число. В чатике появился человек, который сказал, срочно вопрос про звёздочка, 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 следующая строчка. Звёздочка, 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 кварс, это словарик. Всё. Да. Ответ да. Значит, так вот, обратите внимание на то, что функция fun выполнилась в любом случае просто по факту того, что а можно было умножить на 2 и потом сложить с b. Если бы мы передали этой функции что-нибудь такое, что нельзя выполнить этими операциями, то произошло бы, произошло бы, выкинулось бы исключение, всё тот же type error, но на этот раз, на этот раз, потому что мы не можем, что? Мы не можем сложить строку с числом. Более того, тут прямо сразу сказано, вообще-то со строкой можно только строку складывать, а всё остальное, и это будет другой тип сложения, это будет concantination. А с числом нельзя. Почему так? Да потому что мы тут плюс 4 пытались выполнить вот здесь. Вот тут вот, где она тут? Вот тут вот плюс 4. Вот. Это следствие строгой типизации в питоне. Нельзя выполнить операции над типами, над данными такого типа, над которыми эти операции не определены. Вот она не определена над целыми и строками одновременно, операция сложения. Вот. Но это опять ошибка времени выполнения, потому что это всё произошло вот где. При попытке вычислить вторую строчку в функции fun. Вот. Вот эту. Да? До этого момента всё шло хорошо. Мы могли всё это нашпиговать принтом, и эти принты бы нам всё, что надо, всё, что надо бы показать. Вот. Опять ошибка времени выполнения, ну, в общем, понятно, почему. Потому что у нас интерпретатор, который вы синтаксически правильную структуру ему выдали, а то, что по семантике, оказывается, нельзя складывать А с Б, потому что Б у нас целый, ну, значит, вот в тот момент, когда выяснится, что это нельзя, то и нельзя. Ну вот. Значит, доктайпинг. В этом смысле надо понимать, что в Питоне понятие функции, ну, под, общее название под программой с Аброутин, да, понятие функции в Питоне не похоже на таковое в некоторых других языках программирования. Если, допустим, не знаю, в каком-нибудь строго типизированном языке программирования со статической типизацией, функция, это такое преобразование объектов некоторого типа в объекты некоторого другого типа по заранее заданному алгоритму, то в Питоне функция это собственная формализация самого алгоритма. Вот у нас есть какой-то namespace, он заполняется какими-то объектами, над ними производятся некоторые алгоритмы, описанные внутри функции. А что это за объекты? Вот какие дадите, такие будут. Вот. Ну вот, значит, вместо преобразования данных, функции, собственно, функция это такая подпрограмма, она формализует алгоритму. Вот. Значит, теперь про локальное и глобальное пространство имён. Как ни трудно догадаться, внутри функции, внутри функции, вот она, значение, которое возвращает нам функции locals, окажется совершенно иным. Вот. Вот это значение locals. Собственно говоря, как мы и ожидали, внутри функции, локальное пространство, кстати, дир давайте тоже посмотрим. Дир выглядит примерно так же. Вот. Видите? Locals – это словарь. А равно 100, B равно 500, а дир – это просто список из А и Б. Вот. При этом глобус, разумеется, остаётся таким же. понятное дело, потому что это глобальные имена, они как были, значит, вот они, вся вот эта машинерия такая осталась. Вот. Значит, это что касаемо локальных... И тут, конечно же, понятно, что так же, как во всех других языках программирования, локальные переменные и глобальные переменные не перемешиваются, даже если они желаются одинаково. Вот, допустим, у нас есть переменная С, которая равняется ку-ку. Очевидно, что вот эта С и вот эта С – это разные С. Давайте это прям... Прямо это самое... Я не умею в этом редакторе работать, поэтому мы сделаем вот так. Давайте мы прямо это и проверим. Ой, не так. А как? О! Принт Locals Globals. Вот. Смотрите. в Locals С равняется 400, в Globals С равняется ку-ку. Эти два С сосуществуют одновременно. Одно из них находится в локальном пространстве конкретного вызова данной функции fun, второй из них находится в глобальном namespace. Очевидно, что после вот этого присваивания, когда С начинает связывать объект А умножить на 2 плюс Б, разумеется, никакого изменения для вот этого С не происходит, потому что это глобальное пространство, металлокальное. Опять-таки, я вам говорю абсолютно прописные истины, прописные истины, которые во всех языках проверены, программирование одинаково. Можно обратиться к тому цену, не функция? Можно. Как минимум, его можно объявить глобальным. И вы можете сделать так. Я не очень знаю, как обратиться непосредственно к глобальному цену. Лучше так не делать, чтобы крышка не ехала. Но вы можете написать что-то типа Global Set и тогда вот это С возьмется из глобального нейнспейса и эта функция превратится в функцию с побочным эффектом. Она внезапно в глобальном нейнспейсе модифицирует его. Смотрите. не очень хорошая история. Дядюшка Вирт, автор языка программирования Паскаль, учит, что у функции не должно быть побочных эффектов, потому что нигде не написано, когда вы делаете вот так, нигде не написано, что внезапно С изменяется. Но я вам скажу ещё более интересную вещь. Поскольку мы здесь написали global C, даже если его не было, вот здесь мы написали global C, и оно завелось в момент вызова функции, завелось, понятное дело, в глобальном нейнспейсе, туда присвоилось значение, в смысле, этим именем связался некоторый объект, ну и так дальше. Если C появится какая-нибудь после того, как функция должна быть ну в смысле? Сначала самая функция, которая занималась глобальная C, только после этого мы что-то сделаем с ним основной проект. А что? В чём проблема? Можно ли кому-нибудь как-нибудь запретить пользоваться именами? В Питоне вообще никому ничего запретить нельзя. Такой специальный язык программирования. То есть там среди не надо следить, не надо просто пользоваться этим. Ну смотрите, в интерпретаторе вы можете получить доступ например к памяти интерпретатор, к байт-коду и сделать из него какую хотите лазанью. Это так устроено. Я вам по секрету скажу, в Java то же самое. На самом-то деле. Просто не надо пользоваться какими-то вещами, которые не надо и safe. Да. Вот у нас же, допустим, мы сделали функцию R, допустим, мы сделали еще функцию G. Допустим, мы взяли, у нас были глобальные, ну, сначала у нас фунт, сразу слово, потом я вызвал функцию R, у меня локус очевидно стал локальным негатив. Фунт C, я решил вызвать еще функцию G. Я вызвал функцию G, у меня соответственно голос тоже длинился, теперь локальный для функции G. Вопрос. Я могу теперь обратиться к локальным переменным функциям внутри F из функции G, нет, как бы, опять-таки, да, но нет. Техническая возможность есть, вы можете добыть вот этот namespace, контекст выполнения функции, вот, и в нем будет это переменная, но синтаксической в таком виде синтаксической возможности нету, потому что совершенно непонятно, ну, то есть совершенно не очевиден, совершенно не очевиден use case, рандомная функция из рандомной функции пытается модифицировать или прочитать контекст другой рандомной функции. Вот. Мы будем с вами смотреть ситуацию, когда этот use case наоборот очевиден, это если внутри функции определяется функция. Вот. Внутри функции определяется функция. Но это будет чуть позже, да? То есть правильно, функция внутри функции? Чуть дальше будет. Хорошо. И в локу в этом случае? Да, 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 совершенно справедливо. Окей. Значит, пока что мы не касаемся таких вот сложных штук, мы касаемся штук простых, и простые штуки мы почти прошли за одним мелким исключением. Смотрите. Все тоже фун наш уберем и делаем вот буквально следующее. Ну, скажем, D равняется A плюс B плюс C и return C. Как бы все совершенно очевидно, только не C, а D. Все совершенно очевидно. A и B переменные локальные, а C это переменная глобальная, потому что ее в локальном name-space нету, и если мы не нашли что-то в локальном, name-space мы будем искать это в name-space глобальном. Ну, вот я почти уверен в этом. Давайте проверим. Так работает. Так не работает. Все четко. Но есть некоторая подробность, которая состоит в следующем. Как вы думаете, будет ли функция FUN модифицировать глобальный name-space вот в этой операции? C глобальная или локальная? Правильный ответ. C никакое. Это ошибочная конструкция. Она синтаксически верна, а семантически нет. Почему так? Потому что мы с одной стороны не объявили C как глобальную, а с другой стороны пытаемся модифицировать. То есть это такой подковерный. Мы автор функции FUN вообще говоря, может и не знать, что в глобальном name-space есть глобальное name-space. Да? Да. Развитый вторая точка функции не означает C равно D, что мы заводим на коне C, который был только что глобальный. Он интервент разве не каждый раз решает от FUN потеряет C? Ну еще раз, вот в этом контексте C локальный или глобальный? В первом случае глобальный, а в том локальный. Так дела не делаются. Это очень много может испортить кода просто по недосмотру. У вас семантика работы функции внезапно будет зависеть от того, существует или отсутствует глобальная переменная. Смотрите. Так она и так должна быть. Иначе смотрите, иначе действительно по внешнему виду этой функции не скажешь, как она работает. Вот. То есть ровно так. То есть либо мы модифицируем глобальный NMSO, либо не модифицируем. Поэтому в действительности при определении функции происходит парсинг вот этого текста на предмет наличия глобальных или локальных имен. И глобальность или локальность имен определяется по наличию или отсутствию операции связывания. Если у вас ими участвуют в левой стороне операции связывания, оно всегда локальное. Тем самым мы избавляемся от побочного эффекта модификации глобального namespace, который мы сами явно не обозначили. Один из принципов Питона все должно быть обозначено явно. Вот здесь мы обозначили явно, что это глобальный namespace. А здесь нет, не явно. Таким образом это считается ошибкой. И именно по той причине, что вот здесь имя c стоит в левой части операции связывания, то в namespace этой функции считается локальным. Не хватало еще, чтобы мы закомментировали эту строчку и оно оказалось глобальным. Ну, такое себе. Поэтому все. Переменная локальная, имя c локальная. Мы на него сослались до того, как оно вообще было определено. Это при попытке вычислить это дело определяется. Опять-таки обратите внимание, не синтаксическая ошибка. Синтаксически эта конструкция верна. Это ошибка времени выполнения. Такая вот штука. Иначе мы, если бы не такая защита... то есть функция не может быть одновременно общаться с локальной или локальной переменной. Почему нет? Просто с одинаковым именем не может. Ну, и не называйте одинаково. Тут в чатике удивляются, почему ошибка в этой строке а не в этой. Дорогой Маркизю, ошибка в этой строке, потому что локальная переменная c вообще ничему не равна в данный момент. Она вообще не определена. Поэтому читайте сообщение об ошибке. Тут ровно это и написано. именно в этом месте ошибка, а не в этом. Ну вот, значит, да, был такой, он все еще есть, но он потихонечку протухает проект под названием Python Tutor, в котором можно, он начинает спамить, говорить у вас от блокер, получите помощь от чат ГПТ, ну, короче, спамить начинает. Но вообще это очень хороший проект. Да, а еще он теперь не свободный. То есть исходники есть от очень старой версии этого проекта. Вот, но они есть. Короче говоря, значит, это очень хороший проект, потому что он занимается визуализацией объектов. Главное там нажать кнопочку, нажать кнопочку, сейчас покажу какую, когда вот вот здесь вот, нажать кнопочку, что все объекты должны быть, должны рендериться на куче, чтобы любой объект, даже константный, показывался как отдельный объект со стрелочкой на него. Ну и вот, значит, визуализация выглядит следующим образом. Вот это наша функция, кстати, такая же точно. Вот смотрите, первый шаг состоял в том, что мы синтаксически отинтерпретировали эту функцию и создали имя фан, а больше мы ничего не знаем. Внутренность там не вычислялась, ну и за исключением вот той самой ситуации, когда мы определяем, какие имена глобальные, какие локальные. Следующий шаг. Появилось два объекта C и D. Следующий шаг. Мы зашли в функцию FUM, и это другой name space. Вот он, этот другой name space, в котором уже есть готовые имена A и B, это формальный параметр нашей функции, который связывает те самые объекты 12 и 24, которые вот отсюда были доступны. Дальше вошли в name space, вычислили вот эту операцию. В локальном name space появилось имя C. Тут хорошо видно, что это совсем другое имя C, нежели вот то, оно и равно другому. И дальше мы из него выходим, но прежде чем выйти, мы подготавливаем возвращаемое значение. Мы могли бы здесь написать C умножить на 2, и тогда бы она была куда-нибудь в другое место. И вот это возвращаемое значение мы возвращаем. И вот оно попадает в принт, и собственно принт печатаемый. Вот такой проект. Еще раз, он рабочий, красивый, но уже, к сожалению, кажется несвободный и любит навязывать какие-то услуги. Я еще не знаю, что будет, если я включу отблокер, вернее, выключу его. У него есть свободный вариант где-то пятилетней давности, но вот все вот это он рисовать умеет. Вот. В общем, пока что я ее все еще рекомендую, хотя вот деградация налицо. Да, значит, в принципе, никто не мешает, и опять-таки мы это знаем по нашему домашнему заданию, передавать функцию как объект. Ну, давайте что-нибудь такое приделаем. Вот. Обратите внимание, что вот этот объект fun, судя по тому, как мы его используем, является сам по себе функцией, то есть он коллбл, вызываемый. Ну и какие... Не вижу никаких проблем. Допустим, есть такая функция bin, которая превращает число в строку, являющуюся двоичным представлением. Давайте попробуем. Никаких проблем с тем, чтобы передать абсолютно произвольный объект в питоновскую функцию. А потом он окажется коллбл, и мы его вызовем с какими-то параметрами. Но я не вижу в этом... Если бы на это был какой-то запрет, меня бы это удивило, потому что это было какое-то извращение в синтаксис, которое не позволяет делать очевидные вещи. Оно позволяет делать очевидные вещи. У нас же есть функция bin. Вот мы её и передали. Это позволяет делать всякие интересные трюки. Например, писать функционалы. Функционал – это функция, возвращающая функцию. Функционал. Возвращающая функцию. Ну а что, смотрите. Давайте сделаем dev.daub. От fun. Ну, только дуру. Дуо под а дауб. Дев. Ньюф. Ньюфун. Функ. Ну, скажем, вот арг. Return 2 умножить на фун. Вот арг. Что здесь произошло? Я получаю в качестве параметра функцию, определяю новую функцию, которая будет удваивать значение вызова функции от произвольного параметра. и вот эту новую функцию возвращаю. Давайте проверим на том же Бинни, например. Вот он. Опять-таки, как видите, я бы удивился, если бы этого сделать было нельзя, потому что, смотрите, но я же определил объект new fun, имею полное право его вернуть. Почему нет? То есть, ну вот, даже можно написать, знаете как, вот полное извращение. ну что тут произошло? Мы вызвали некую функцию от некоторого параметра, она, эта функция, вернула функцию, мы вызвали эту функцию от некоторого другого параметра. Всё. Давайте попробуем что-нибудь. Да, слушай вас. Так, да. Вот она. Здорово. Хорошо. А когда мы объявляем функцию внутри функции, в каком имспейсе? В локальном. В локальном. В локальном. Хорошо. Тогда получается, что у нас эта функция на имспейсе когда-нибудь удаляется? Конечно. При выходе из функции даб удаляется на имспейсе. А какие могут быть, если мы при выходе из функции даб выходим, у нас соответственно функция не будет. А-а-а-а. Нет, функция new fun? Ну вот там мы её создали. Это возвращаемое значение. Я-то думал, вы зададите интересный вопрос. А вы задали неинтересный вопрос. Функции new fun это возвращаемое значение. В любом случае, смотрите, ну вот давайте вот сюда вот вернёмся. Где-нибудь сюда вот. да? Где тут? Ну вот. Да? Каким образом что у нас там? 924 у нас не удаляется. Потому что это возвращаемое значение. Вот имя c пропадает, а 924 возвращаемое значение возвращается вызывателю. Точно так же и здесь. Имя new fun пропадает. Оно вообще отсутствует. Разумеется, оно было в локальном name space. А объект, на который он ссылался, вернулся. Мы его либо присвоили вот здесь, связали именем fun2, либо вызвали вот здесь. Ну то есть, давайте просто вот это вот сделаем, и вы сразу всё увидите. вот этот объект. То есть, тут как раз никаких вопросов не должно быть. Имя пропадает, а соответствующий объект возвращается. Ну дальше мы с ним что-то делаем, это возвращаемое значение. Всё нормально. Тут есть гораздо более интересный вопрос, до которого мы сейчас доберёмся. Но доберёмся мы его сначала после того, как поговорим про рекурсию. Пока мы не добрались до рекурсии, потому что тут есть ещё много интересных вещей. Какие интересные вещи? Ну например, в самом питоне, в стандартной библиотеке есть довольно много функций, параметрами которых могут являться функции. Ну например, sorted. Help, отсorted. Смотрите. Ну что такое sorted? Sorted вообще-то по идее просто возвращает отсортированное что-то. Допустим, sorted. Так, вот это неправильное слово. Вот. Чё? Я забыл. Да-да-да, я знаю. Спасибо. Только вот тут. Почему он не умеет удалять эту штуку из копипасты. Ну, чё? Sorted. Вот. Sorry, это-да. Шлавливые ручонки. Да. Вроде правильно. Вот. Совершенно всё очевидно. Сортируется произвольная последовательность. Кстати, это может быть последовательность и, допустим, не являющаяся хранимой. Например, range от 100 до 40 с шагом минус 3. Бога ради. Вот. Результатом всё равно является список. Вот. Значит, обратите внимание, что range-то был в обратную сторону. Ну, короче, у функции Sorted первый параметр это какая-то последовательность, которую сортируют и возвращают в виде списка. Но у неё есть также параметр, ну, revis, false, понятно, можно сортировать по возрастанию, по убыванию, но у неё есть также параметр key, ключ, который производит сортировку по ключу. Значит, когда-то давно в этом месте вместо параметра key стояла функция сравнения, то есть для каждой операции сортировки вы могли определить функцию, забыл, как она называется, compare, что ли, который бы с их сравнивал. Но проблема с функцией compare следующая. Вы можете так нездорово определить функцию compare, что алгоритм сортировки зациклится навсегда, если ваше сравнение будет нетранзитивным. Ну, мало ли, как вы определите функцию compare. А вот если вы определите функцию key, которая вычисляет по вашему объекту некоторый ключ от него и сравниваете его стандартной операцией сравнения, она по определению транзитивна и всё будет хорошо. Ну, например, мы можем написать так. dev key fun от a, ну, скажем, return a процент 5. И отсортировать нашу последовательность по ключу. Кстати, кажется, можно даже вот так написать. Нет? Написать надо обязательно именной параметр. Вот так надо написать. О! Вот здесь остаток от деления на 5 равен нулю. Вот здесь остаток от деления на 5 равен единице. Вот здесь двум. вот здесь трем, ну вы поняли. По умолчанию сравнение просто самих элементов происходит. Ну, в смысле? Как работает вот так? По умолчанию происходит сравнение обычных самих параметров. Функции key не используются, а сравниваются сами параметры. А так оно сразу применяет параметры. Сначала функцию key сортирует по ключу. Можете считать, что в случае когда я опускаю этот самый key происходит ключом является тождественная функция, которая возвращает x. Это к тому, что вы же key равен написали в смысле именно, что вот излучили написали здесь то и он так и заработает. А! Это именной параметр. Сейчас я про это расскажу. Значит, у функций помимо фактических параметров есть еще помимо позиционных параметров есть еще именные. Дело в том, что про них имеет смысл рассказывать немножко в другом месте, но, видимо, придется рассказать здесь. Давайте тогда я это вставлю. Простите, я тогда чуть-чуть займусь редактированием, чтобы не забыть, что я про это рассказал. тогда давайте вставим понятие именные параметры. Раз вы спросили, это значит, надо про это рассказать и не вот здесь. Именные параметры. Значит, именные параметры. Именные параметры это очень простая штука. Синтаксически это выглядит так. dev fun от A B равняется 2, C равняется 3, равняется 3, print A, B, C. fun от 1, 2, 3, 12, 3, V работает так. Вы можете опустить параметры, у которых есть обязательное значение, потому что, во-первых, вы значение по умолчанию задали, так можно делать, а во-вторых, эти параметры вообще являются именными. Вы можете написать вот так. Вы можете написать, что параметр C равен не 3, а 34. Да, потому что хорошо, вы смотрите прямо в корень, потому что в действительности в питоне, в описании функции питона есть гораздо более сложный синтаксис, видимо, придется про него рассказать тоже, или по крайней мере упомянуть. Я планировал это сделать через одну лекцию, но поскольку вы спрашиваете, видимо, надо сделать еще раз тут. Смотрите, есть два механизма. Механизм разделения параметров позиционных и именных. Упозиционные параметры они просто по номеру от начала при передаче, а именные у них есть имя заранее заданное. И механизм задания параметров значений по умолчанию. Во втором питоне эти два механизма были чудесным образом перемешаны, и если вы использовали во втором питоне, если вы использовали конструкцию параметра равно значения, то, во-первых, он становился одновременно еще и позиционным, в смысле именным, и при этом у него появлялось значение по умолчанию. Теперь вы можете разделять такие вещи и, например, написать, если мне не изменяет память, вот так. Звездочка означает, что после этого места начинаются строго именные параметры, которые не могут являться позиционными. Или кажется, это вот так делается. Куда я попал? Куда я попал? Зато мы не можем написать вот так, смотрите. Слэш означает, что вот этот параметр строго позиционный, просто у него есть значение по умолчанию. Таким образом, полная конструкция выглядит следующим образом в определении. Нет, нет, это разделители. Значит, вот здесь будут строго позиционные параметры, здесь будут позиционные плюс именные, позиционные плюс дефолт плюс именные, а здесь будут уже только запятую, да, а здесь будут уже строго именные. Вот. Вот примерно так это должно выглядеть. Я не хотел эту тему трогать, потому что слишком много в одном этом самом, но раз уж вы спросили, это значит, что да. Соответственно, документация в питоне, разумеется, все это написано. Ну вот, мы к этому вопросу еще вернемся, потому что сегодня мы посмотрим, как передавать произвольное количество позиционных параметров, а когда будем рассматривать такую структуру данных, как словарь, посмотрим, как передавать произвольное количество именных параметров. Произвольное количество позиционных параметров передается с помощью все той же самой операции распаковки, которую мы с вами уже проходили мимо нее, проходили, например, в конструкции распаковки произвольного списка, произвольной последовательности. Звездочка B, B, C равняется 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот в такой конструкции операция звездочка означает операцию, в данном случае обратной запаковки. Мы распаковываем вот эту последовательность, первый элемент, вернее, нулевой элемент этой последовательности приезжает в A, последний элемент в C, а все остальные в B. Такая же абсолютно схема царит и в описании функции. Мы можем сказать, функция звездочка args. Вот. И эта функция может быть от скольки угодно параметров, которые приезжают к ней в виде просто банального кортежа. Вот. По секрету скажу, что на самом деле этот самый кортеж и есть способ передачи параметров. параметры, когда вы их передаете функции, упаковываются в кортеж, в этом кортеже передаются, а потом именуются. Поэтому вот эта операция распаковки, она мега дешевая. Ну, вернее, запаковки. Ну, грубо говоря, функция, описанная вот так, работает даже быстрее, чем функция, описанная вот так. Потому что в этом случае у вас только одно имя появляется в неймспейсе и туда сразу проезжает кортеж. А в этом случае у вас в неймспейсе появляются сразу три имени и туда приезжает распакованный кортеж, то есть производит операция распаковки. Ну, давайте ради хохмы сделаем вот так вот еще. Вот эта функция определяет, определяна таким образом, что у нее есть два обязательных параметра и еще сколько угодно необязательных. Так не работает, так не работает, а так уже работает. И так работает. Да-да-да. совершенно не одно и то же. кортеж. Ну да, конечно, конечно. Я просто к тому, что иногда может показаться, что операция распаковки страшно тяжелая, мы прям целую последовательность куда-то там распаковываем, потом обратно запаковываем. Так вот, нет. Потому что передача параметров в функцию все равно происходит путем формирования кортежа. Думаю, что нет. Потому что, ну смотрите, у вас функции все равно сюда приезжает в качестве блока параметров кортежа все равно он распаковывается в эти имена. Что так, что эдак. Поэтому все примерно то на то. Смотрите, сколько там по памяти разве что будет, если вы миллион параметров передадите, они будут удвоиваться или не будут. А так, в общем, это примерно одинаково. Да. То есть, если я хочу написать функцию, которая принимает сколько угодно параметров, вот она. Да, в ее писание нужно поставить вверх. Да. И дальше к этому args просто по индексу ходить. А если я внутри нее буду использовать функцию, которая принимает нисколько угодно количество параметров, то тоже что-то использую? В смысле, нисколько угодно. что функцию, скажем так, фан совершает три, потому как это же три параметра. И функцию, которая внутри нее, нужно передать три параметра. Ну, значит, передавайте три. Не-не, погодите. Что вы хотите? Смотрите. Ну, давайте. А, все, я понял. Мы про операцию запаковки говорили, про операцию распаковки не говорили. Смотрите. Где у нас там АБЦ? Вот эта функция, да? Обратная операция. Мы только что с вами научились передавать функции сколько угодно параметров и держать их там в кортеже. Давайте мы передадим этой функции последовательность. Обратная операция. мы берем последовательность произвольного размера, распаковываем ее прямо тут, формируем кортеж, и этот кортеж приезжает в наши функции АБЦ. То есть туда и обратно. Вот обе операции, вот эта операция, она реально превращает вот эту произвольную последовательность в кортеж, и этот кортеж приезжает в нашу функцию, и дальше мы с ней работаем. но опять-таки не стоит опасаться, что это слишком тяжело, потому что в кортеж все равно приезжает в нашу функцию. Единственное, что вы можете сделать, это вообще отказаться от передачи множества параметров, передавать сразу последовательность, вообще ее не трогай, не распаковывай, не запаковывай, но это другой формат. А так примерно все одинаково. Да, 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 да. Да, да, да. Все так. Можете еще раз вопрос о ненормом перенетенке? Да, можно, но там будет структура данных, которую мы еще не знаем, она называется словарь. Это будет буквально через одну лекцию, если хотите, посмотрю. Сами спросили, теперь страдаете, я буду смотреть. Но это быстро. Ну реально, вот множество и словари. Я соврал. Да, я не соврал. Ровно через одну лекцию. В следующей лекции числа и строки через одну множество и словарь. Если вы думаете, что числа это просто, попробуйте сделать домашнее задание за следующий лекцию. Вот. но нам пора двигаться дальше. Про рекурсию. Значит, время. Мы уже больше часа тут беседуем. Значит, я, с вашего позволения, опущу тему, которая называется замещение рекурсии стеком. Она не про язык программирования, просто меня постоянно просят про нее рассказать. У меня постоянно не хватает времени. Я даже включил этот кусочек в план лекции, но мы точно не успеем про него поговорить. Если вдруг в конце лекции окажется время, мы сюда вернемся. Но имейте в виду, что с точки зрения процедурного языка программирования, вообще говоря, рекурсия не нужна. то есть то, что у вас красиво в виде рекурсии представляется, на самом деле является просто самым обычным стеком вызовов функций друг из друга. То есть с точки зрения питона рекурсия это просто вызов одной функции из другой, просто эти функции в какой-то момент могут совпадать. Ну, давайте сейчас нарисуем что-нибудь такое простое. Что-нибудь совсем простое. Даже не здесь. давайте прямо в Python Tutor нарисуем что-нибудь. Вот прямо тут fun от a. Я сказал от a, а ты что сказала? Вот. fun от a-2 if a больше 0 else a плюс 1. Ну, тогда 2 умножить. да. Вот. И тут напишем fun, ну, скажем, от 7. Нам кажется, мне кажется, это хватит. Отстань противное. Поехали. Я же сказал, отстань противное. Значит, ну что, давайте посмотрим. Вот мы вызовы, мы сейчас ничего еще не вызвали, мы определили функцию fun. fun. В глобальном name space есть функция fun, вот она, она ссылается на какую-то функцию. Следующий шаг. Мы вызвали функцию fun, в которой сразу в name space есть некоторая переменная a, которая равна 7. следующий шаг. Мы вычисляем некоторые выражения и выясняется, что a у нас больше нуля, и поэтому нам надо снова вызвать функцию fun. Опа! У нас появляется еще один вложенный вызов, рекурсивный вызов функции fun самой из себя, в котором тоже есть имя a, и это имя a связывает другой объект. Ну, продолжая в таком же духе, мы получаем третий рекурсивный вызов функции a. 4-й рекурсивный вызов функции a. И 5-й рекурсивный вызов функции a, в которой мы достигаем базис рекурсии, потому что вот здесь этот if у нас сейчас не сработает, и мы начнем вываливаться из рекурсивного вызова. Бац! Возвращаем 0. Возвращаем 0. Поскольку тут умножить, тут везде 0 будет. Ну и все, вот у нас 0 результат. Надо было тут написать не 2 умножить, а 2 плюс, но не важно. Короче говоря, с точки зрения питона рекурсия это просто тупо создание вот такой гирлянды неймспейсов, каждый из которых хранит собственное значение объекта, являющегося упомянутого в локальном неймспейсе. поэтому не надо считать, что рекурсия это дешево, рекурсия это дорого. Рекурсия это создание вот такого вложенного стека глобальных пространств и имен, помноженное еще на стоимость создания и удаления пространства и имен. если вы вместо этого можете сделать обычный список, который тоже может быть стеком в питоне, делайте обычный список и делайте в цикле. И этому посвящен вот тот кусок лекции, который я сейчас наверное пропущу. здесь значит проведено решение рекурсивное и стековое задачи найти ли среди натуральных чисел в последовательный сек такие, что в сумме дает s. ну в общем вот рекурсивный и нерекурсивный способ решения. Имейте в виду, что вы можете фактически заменить вот эту последовательность последовательность namespaces в соответствующей ячейке списка и хранить там те же самые значения и вычислять те же самые формы. Только называется это будет не a, а там не знаю стек в кавычках минус п. первое. Вот вам контекст. Вот. Если говорить очень грубо. Поэтому в питоне никакой магии в рекурсе нету. Более того, да. Понятно, что в принципе любую хостовую рекурсию можно представить в виде стека, а... Нет. Нет, наоборот. Любую рекурсию можно представить в виде стека, а любую хостовую рекурсию вообще можно представить в виде константа по памяти. Понимаете, да? Вам незачем хранить вот этот вот контекст, если вы никогда не будете обращаться вот к этому контексту, если рекурсивный вызов у вас происходит в хвосте. вот. Вот. Вот оно в чем дело. Тут есть, кстати, ссылка на Гвида, которому математики разные начали тыкать. решит, ты за язык программирования такой придумал, в нем нет хвостовой рекурсии. Ну, Гвинт такой, ну, во-первых, нет понятия хвостовой рекурсии, есть понятие концевой вызов под программой, потому что дело не в рекурсе, а в том, в каком месте у вас вызов. Будет вы трогать контекст, не будете. И, во-вторых, не хватало еще, чтобы семантика работы функций в питоне зависела от того, поставили вы какой-то оператор после рекурсивного вызова или не поставили. Ну, буквально. Вам нужно там, не знаю, какой-то принт с обращением к этой переменной. И все. Весь концевой вызов накрылся. Поэтому нет, я так делать не буду, сказал Гвида и сказал, потом пришли люди, сказали, вот тут на 25 строчек модель хвостовой рекурсии в питоне. Кстати сказать, через тот самый стек в виде списка. Делайте так, если очень хотите. Такие дела. Теперь, пожалуй, главная тема на сегодня. Осталось чуть меньше 15 минут. Я надеюсь, мы успеем. А вы из какого факультета? Точно? Вам ничего не рассказывали? Не знаю, про ЛИСП какой-нибудь? Нет, ничего. О, как. Понятно. Ну, в общем, да, есть в любых языках, где работа с неймспейсами немножко по-другому устроена, есть реальная возможность без повреждения мозга программисту реализовать хвостовую рекурсию так, что она вычисляется не так, как в... Ну, не таким образом. Например, в функциональной парадигме в том же ЛИСПе это прям, ну, это фишка. Там нету циклов. Потому что если вы сделали фишковую рекурсию, это и есть цикл, причём бешёвый. Замыкание. Смотрите. Очень простая картина. Вот у нас есть очень простая функция. F1, которая определяет функцию 2, и эта функция 2 возвращает x. Давайте мы сначала выполним этот код, прежде чем его отлаживать в patent-тьюторе. dev fun от x, dev f от ничего, return x, return f, да, и, значит, рез равняется fun от ста пиццов. рез, вот, раз, два, три. Что? Что я сделал неправильно? А, вот, у меня вопрос. Откуда взялось 100500? Если применять к вот этой суперпростой картинке то, что мы с вами знаем на сегодняшний, на декущий момент, то получится буквально следующее. у нас есть namespace функции fun. В этом namespace заводится функция f и в нем есть переменное имя x. Функция f входит в возвращаемое значение и, соответственно, вот здесь вот она возвращается, а имя x удаляется при выходе из этого контекста. на что тогда ссылается вот это имя x внутреннее для функции f. Если к этому моменту по идее вот это x мы должны были удалить. Откуда оно взялось? Смотрите, вот давайте мы сейчас, сейчас я покажу другой пример, чтобы было понятно. значит вот сейчас мы посмотрим, как это выглядит вот здесь. Надо на самом деле свой собственный поднять, чтобы вот. вот. Все, надо свой делать. Вот смотрите, вот у нас есть локальное пространство имен, в котором x равняется 100500. Вот мы определили функцию f, вот мы ее вернули. Сейчас имя x удалится, оно является локальным для пространства вызова f1 и больше оно никому не нужно. Оп! Видите? Это удаленный. Вот. Удаленный объект, его нету. Он, почему он здесь есть, не понимаешь? Он дур, что ли? Ну его нету на самом деле. Сейчас, я не понимаю, А, стойте, я знаю, в чем дело. Надо показывать, я тут галочку какую-то неправильную. Hide Exit Frames, нет, вот тут написано Hide Exit Frames. Ну ладно, не помог мне, не помог мне Python Tutor, но ход моих мыслей, мне кажется, понятие, что вот это вот имя x больше никому не нужно, оно здесь удаляется. Где лежит вот это имя x, в каком месте, в каком неймспейсе, в тот момент, когда функция fan завершилась. Как говорила Алиса, да, как выглядит пламя свечи после того, как свеча погаснет. Правильный ответ. Нет такого способа без дополнительных извращений сохранить вот это имя x. нужен синтаксический анализ тела функции fan, в котором мы определяем, что вот здесь вот, а мы с вами знаем, что у Python есть парсер, который определяет локальное имя вот это x или глобальное. Так вот, нужен синтаксический анализ, который бы определил, что вот это имя x не является ни локальным, ни глобальным. Оно, то, что называется non-local, оно унаследовано из предыдущего контекста вызова. Для функции f в момент ее определения x является non-local, он не глобальный и не локальный, он вот оттуда взятый. Кто задавал вопрос, можно ли брать ссылки на объекты из другого фрейма? Вот. Можно в этом случае по-другому никак. Но так просто это не получится. После того, как вы проанализировали, Python проанализировал и выяснил, что вот это x является non-local, он должен куда-то записать. Эта ссылка должна где-то храниться. Если удалить последнюю ссылку на объект, объект удаляется из кэша. Поэтому вот в такой вот функции есть такая штука, которая называется closure. И в нем есть один объект. И сейчас я попробую вспомнить, как называется contains. Вот он. Нет. Не помню. Нет. А! False. Тоже нет. Не contains. А как же он называется? А, мы, наверное, в лекциях. Что? Нет, там не гита этим. Это же очень... Вот этот closure это очень такая странная внутренняя структура, которая нам с вами как линейным пользователям вообще-то не нужна. Вот. Сейчас, 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 сейчас. А, все. Closure 0. Целл контент. О! Вот он. То есть к каждому вызываемому объекту прилагается поле closure в случае, если необходимо запомнить какие-то non-local объекты. Вот они там лежат. То, что они когда-то назывались x, никого уже не волнует. Это имя потеряно. Но к нему надо обращаться. Вот он обращается вот таким вот способом. Вот. Такая вот штука, которая приводит к тому, что функция наша работает. То есть с точки зрения с точки зрения программиста все выглядит кристально чисто. Если не задумываться. А если задумываться, то выясняется, что происходит замыкание. И вот, пожалуйста, программистский термин замыкания. Можете про него почитать. Функция первого класса, не заживет такой первый класс, в которой присутствуют ссылки на переменные, объемные вне тела этой функции в окружающем коде. Такие дела. Вот. Надо сказать, что замыкание в Си, например, является очень нестандартным расширением. В Си плюс-плюсе кажется тоже. Называется трамп-олайн и выглядит жутко. В данном случае, видите, Х вообще берется вот отсюда. И ничем работает. Именно поэтому, именно поэтому, чтобы отличить локальную переменную Х от нон-локал переменной, давайте мы не будем этот код, времени у нас уже мало, не будем его вручную вбивать, давайте его прочитаем. Вот у нас есть функция внутренняя, которая возвращается. И в этой внутренней функции нужно работать с переменной Х. Вот этой. Вот. и если бы мы здесь не написали нон-локал Х, то есть не обращались вот к этому Х, то сообразно правило определения локальных и глобальных имен, вот из-за того, что он стоит в левой стороне, мы бы решили, что это имя локальное. Естественно, оно не глобальное, это вот это Х. Ну вот, нон-локал, ключевое слово, которое вот сюда нас отсылает. Такие дела. Да, ну давайте мы это скопипастим просто как есть. Да, я сильно подозреваю, что... А, тут... Сейчас. Скопипастим просто как есть. А, ну тут не будет функции Ж, да? Ну давайте так сделаем. Кто нам мешает вернуть два объекта? Так вот, я сильно подозреваю... О! Смотрите, сама функция f взята из namespace f.locals, ну вот эта вот самая функция Ж взята из namespace f.locals, и у неё, я думаю, что есть closure. цел контент, по-моему, нет. Там без почеркивания есть. Да, вот, вот. Туда приехал вот этот самый объект, который она там вычислила. Вот этот. Такие дела. Значит, если вам нужно почечайнее, хотя это, конечно, зверство, модифицировать, да не ходить к нелокальному объекту, да, вам нужно поставить слово non-local, но вы можете представить, сколько интересных побочных эффектов, которые очень трудно отловить, вы таким способом себе предусмотрите. ближайшие, я думаю, ближайшие по вложенности. Да, да. Вот. Но это тоже можно посмотреть, мне кажется, тут уже эксперимент дешевле размышления, да, потратить 20 секунд, написать вот эту катушку и посмотреть, к какому из имен мы обращаемся. Да, не скорее всего, и именно по стеку. Мы, кстати, глобальный с таким способом non-local не найдем, потому что это про другое. Вот. Но самое интересное нас ждет впереди. Давайте-ка мы напишем вот это вот, то, что здесь написано, напишем это. я буду подглядывать, но лучше напишем это вручную. Итак, мы хотим написать кучу функций, которые добавляют к своему параметру единичку, двойку, тройку, ну и так далее. Для этого мы пишем такую штуку, которая берет, ну, допустим, тут n, да, addiders это список, дальше for и inRange от n, и дальше пишем dev addider от от x и добавлять будем соответственно 0, 1, ну каждый новый значит, return и плюс x это было слово return вот и adders append вот этот самый adder v и return adders значит, что мы здесь сделали? Мы здесь определим в момент вызова n штук функций то, что у них одинаковое имя никого не волнует потому что это имя пропадет каждый из которых по нашей мысли должна прибавлять соответственно 0, 1 и так дальше к x и соответственно возвращать вот эту сумму ну то есть вот смотрите допустим мы хотим их 5 штук сделать a равняется create ну скажем 5 штук да и вот a нулевое не нулевое четвертое это такая функция да по нашему предположению она должна прибавлять четверку к 10 действительно прибавляет а допустим второе по нашему предложению должно прибавлять двойку к 10 не прибавляет может это одна и та же функция давайте проверим да нет это разные функции смотрите у них различные эти самые одишники почему же они так все прибавляют четверку это явление называется поздним связыванием в языках программирования и говорит оно вот о чем как вы думаете сколько у нас объектов под названием и залипло в неймспейсе при выходе из функции create когда определяется замыкание когда мы удаляем все локальные объекты выясняется что некоторые из них нужны внутренним функциям в момент выхода из функции create у нас есть ровно один объект который называется и и он равен 4 вернее он равен этот объект залипает в closure в замыкании всех наших аддеров и живет там почему так потому что на момент когда мы еще не вышли из функции create у нас замыкание для наших внутренних для этих аддеров еще не создан позднее связывание связывание и с конкретным объектом происходит вот здесь после того как все аддеры уже сделаны и можно это кстати проверить а 0 closure 0 да даже не так так вот да и давайте попробуем сравним с каким-нибудь а3 о видите это вообще один и тот же объект во всех во всех наших пяти функциях да но оно же здесь то связано все равно а до выхода из функции вы не сможете удалить нелокальную переменную до выхода из функции из какой из этой или из вот этой ну то есть вот в гугл между седьмой и шестой строчкой ничего не изменится да но оно же оно же к этому моменту аж ну короче давайте попробуем опять же эксперимент дешевле дешевле рассуждения а равно да да бога ради вся та же самая история а нет ой как интересно вы правы ну-ка давайте попробуем вызвать бабах вы права вы права а я нет к этому моменту у нас действительно объект который потом попадет в кложер был связан только имен и а мы взяли это имя удалили функция кложер есть объекта нет всем плохо окей очень хорошо значит вопрос не в этом окей мы так делать не будем да мы не будем как бы выбивать из-под себя табуреточку пилить сука на котором сидим и все такое но делать то что правильный ответ вообще не делайте замыкания делайте вот так давайте мы это прям вот так вот это мы конечно удаляем давайте явно укажем в момент описания функции явно в ее на имспейсе свяжем соответствующий объект на который сейчас указывает именем и все будет хорошо потому что здесь вообще не будет замыкания здесь будет раннее связывание связывание будет происходить вот в этот момент в момент описания функции и все теперь у нас все будет хорошо мне кажется во-первых у него не будет closure может будет не будет он пустой вот во-вторых он таки да будет добавлять вот этот будет добавлять 0 а вот этот будет добавлять там скажем 2 потому что вообще никакого замыкания как мы сейчас видим просто не произошло такие дела значит имейте всегда ввиду вот эту такую немножко немножко сложную пониманию логику что если вы пользуетесь замыканием оно происходит вот здесь как только что мы видели да мы можем даже его поломать волшебным образом взять и удалить этот объект так кажется я уже пережрал наше время мы же в 20 минут начали значит пора заканчивать а ну мы собственно и мы собственно и закончили значит домашнее задание обратите внимание что в домашнем задании используется другой способ решения домашнего оформления домашнего задания вы пишете функцию а тестируем тестирующие вход это программа которая ваша функция вызывает то есть это выглядит примерно так вот это вот это не то что вы на стадеин это такие операторы которые должны вызвать вашу функцию и эти операторы должны будут вывести такой вот в общем обратите внимание что кажется 3 из 4 задач устроены именно так да именно просто функцию которую никаких принтов не пишет давайте я только напишу здесь что не все задания 3 из 4 все кажется если есть вопросы подумайте задавайте ну вот в течение лекции много их задавали это хорошо да 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 ну любое сравнение лексико-графическое или я не понимаю вашего вопроса да смотрите вы можете вы можете сделать ключ который возвращает не целое число последовательность поскольку там стандартный для питона операция сравнения она разумеется лексико-графическое ну например строку вы можете возвращать в качестве ключа вот еще вопросы об этом будет третья с конца или вторая с конца лекция в этом семестре а еще если вы на магистерском курсе скорее всего будет отдельная лекция про дисциплину программирования со статической типизации для питона если нет все равно не приходите я думаю будет интересно еще вопросов нет тогда давайте спасибо уже всем все следующий раз у нас строки и числа аплодисменты 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 я